Уважаемые коллеги, добро пожаловать на шестой семинар по обработке микроскопических изображений при помощи программы спечения FIDGE. И на этом семинаре нам нужно будет рассмотреть несколько тем. И, во-первых, так как мы уже с вами поговорили о стеках изображений, о том, как мы можем с вами сгруппировать изображения по каналам, по времени, по координате, например, по Z или по какому-то другому интересующему нас измерению, то мы можем теперь с этими стеками работать. И первое, что мы с ними можем сделать, это так называемый расширенный фокус. Наверняка, когда вы снимали какие-то изображения, например, под стереомикроскопом с небольшим увеличением, но с достаточно большой глубиной по Z, оказывалось, что большой объект вы не можете снять так, чтобы он весь находился в фокусе. С другой стороны, если вы работаете, наоборот, при больших увеличениях, при большой числовой апертуре, точно так же при работе с препаратом, очень часто может оказаться так, что у нас нет возможности снять весь препарат так, чтобы он был весь точно в фокусе. И метод расширенного фокуса позволяет взять из каждого стека, снятого при движении по Z, только определенные области, которые находились как раз в фокусе. Дальше мы должны будем с вами поговорить о монтаже нескольких полей зрения в одну большую панораму. Все знакомы с таким сервисом, как Google карты, и в принципе мы можем таким же образом снять при помощи достаточно высокого увеличения, например, на объективе 20, 40 или даже 100 с иммерсией, значительную часть нашего препарата, передвигаясь по нему и каждый раз снимая отдельное поле зрения. Существуют программные продукты, позволяющие сшить полученные таким образом отдельные поля зрения в так называемый монтаж или панораму, которую мы дальше можем с вами либо открыть как один очень большой рисунок, либо есть специальные программные средства, которые позволяют открывать только ту часть, которая в данный момент нас интересует, которую мы в данный момент смотрим с разным увеличением. Следующее, что нас может интересовать, раз уж мы собрали все в стек, то одним из измерений в стеке у нас может быть время. Мы с вами на прошлом занятии рассмотрели возможность измерения яркости, измерения яркости по времени в ответ на какое-то воздействие, но следующим логичным шагом было бы измерение движения нашего объекта. И мы с вами поговорим о цветовом кодировании объектов по времени или по глубине. Мы поговорим о так называемых кемограммах, способах представления движения в двухмерном пространстве, которое можно распечатать в статье или показать в презентации, если нет возможности показать видео. И поговорим о трекинге или отслеживании частиц, как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме. Кроме того, если у нас есть стек, мы можем стек объединить по такому параметру, как, например, длина волны спускания или даже длина волны возбуждения наших флорохромов. Не секрет, что очень часто оказывается так, что какой-то флорохром проникает в канал другого флорохрома. И мы не можем их достоверно разделить. Существуют математические методы, позволяющие решить эту задачу. Они тоже называются деконволюцией. Но в данном случае же деконволюция у нас не пространственная, не в x, y, а цветовая. То есть мы с вами можем разделить несколько взаимно перекрывающихся каналов, если это перекрытие не очень большое, и численно вернуть яркости каждого флорохрома в свой канал. На самом деле это можно делать не только для флуисценции, но и для проходящего света. Там есть свои сложности, но мы посмотрим, как это выполняется вручную. Ну и последнее. Если у нас теперь с вами есть стек, если у нас теперь есть хорошее изображение, снятое с правильным разрешением, если у нас есть стек, снятый по Z, да плюс еще несколько каналов, нас может интересовать такой вопрос, как понять, есть ли у нас колокализация каких-то двух меток в разных каналах в одних и тех же структурах, например, нашей клетки или ткани и так далее. Это так называемый колокализационный анализ, и мы с вами рассмотрим три варианта такого колокализационного анализа и попробуем его сделать в нашей программе. Ну и первое, о чем мы с вами должны поговорить уже в практическом плане, это так называемый расширенный фокус. Предположим, что у нас есть некое изображение, где у нас отснято что-то в стереомикроскопе с изменением позиции по Z. Вы уже знаете, как открыть такую последовательность изображений. Мы можем через меню File, через Import открыть последовательность. Для ускорения времени я открою уже собранный стек. Изображение не очень простое, потому что оно цветное. И, как вы видите, если мы по этому изображению будем двигаться, есть две проблемы. Первое изображение смещается, оно неровно снято. И второе, на каждом положении Z у нас есть некоторые изменения, и какие-то части нашего объекта находятся точно в фокусе, как вот здесь в данном случае сейчас внизу. Какие-то части, как голова этой статуэтки, расфокусированы. Ну и наоборот, передвигаясь по стеку наверх, у нас оказывается верхняя часть объекта как раз-таки в фокусе, нижняя расфокусирована. Понятно, что первым шагом, который нам необходим, нам нужно сделать регистрацию этого стека, то есть совместить каждое из этих отдельных изображений, так, чтобы при движении по стеку у нас менялся только один параметр, Z, но не менялась XY. Регистрацию мы можем сделать стандартную через плагины, через плагин, который находится в меню регистрации, и мы воспользуемся простым плагином, который позволяет сделать эту регистрацию с использованием отдельных автоматически выбранных точек. Линейная регистрация. Понятно, что это твердое тело, и здесь возможны только поворот и сдвиг. И, собственно говоря, мы сейчас запустим этот плагин и посмотрим, что у нас с вами после этого получится. Логин у нас успешно завершился, и мы можем посмотреть, что теперь у нас находится в нашем стеке. Как видите, когда я передвигаюсь теперь по нему, по оси Z, у меня меняется только фокус картинки, но картинка, в отличие от исходной, теперь не сдвигается. Особенно хорошо это было исходной картинки, и видно в первых нескольких изображениях. Здесь же, как видите, все изображения двигаются абсолютно ровно. Второе, что мы теперь можем сделать, мы теперь можем при помощи программы выбрать только те участки из каждого положения по Z, которые в данный момент наиболее хорошо сфокусированы. Этот плагин нужно отдельно установить и находиться. Плагин, позволяющий сделать это, будет в меню плагины. И здесь будет отдельный пункт, который будет называться Stack Focuser. На самом деле, плагинов, работающих с расширенным фокусом, несколько. Они отличаются по тому, каким образом они выбирают участки, которые находятся в фокусе, по тому, как они их в дальнейшем обрабатывают. И этот плагин один из самых простых, он не требует практически никаких настроек, поэтому для демонстрации мы будем использовать именно его. То, что нам нужно точно отметить на этом плагине, это то, что все три компоненты, красный, зеленый и синий, в данном случае от одного объекта, чтобы он их обрабатывал как одну картинку. Можем попросить также этот плагин показать нам карту высот, то есть какие части изображения, с какого среза он взял. Ну и давайте посмотрим, что мы получим после такой обработки. Это карта высот. И здесь цветом указано, с какого стека, какой маленький квадратик взят. И изображение, которое у нас получилось, по сравнению с изображением исходным, как видите, содержит только те области, которые находятся ровно в фокусе. Конечно, необходимо обратить внимание на некоторые незначительные артефакты. Вот здесь, по периметру этого объекта, нужно подобрать более грамотно параметры, чтобы те артефакты были гораздо менее выражены. Но, тем не менее, для тех, кто работает с макрообъектами, такой подход может быть очень полезен. В качестве еще одного примера можно взять реальные данные. Здесь под стереомикроскопом была снята зерновка ржи при разном положении микровинта. Как видите, ни одно изображение не позволяет нам увидеть эту зерновку целиком. У нас также есть проблема с тем, что она сдвигается. И мы уже знаем, как эту проблему решить. С использованием программы регистрации стеков мы можем объединить эти стеки так, чтобы у нас менялся только один параметр, в данном случае только Z. Как видите, она остается неподвижная. Ну и используя программу, которую мы уже с вами видели, для получения расширенного фокуса, в итоге можем получить вот такое изображение, где, посмотрите, у нас и верхняя часть зерновки, и нижняя часть зерновки теперь находятся в фокусе. И, естественно, такая картинка гораздо лучше описывает наш достаточно протяженный объект при съемке под стереомикроскопом. Кроме расширенного фокуса, конечно, когда мы снимаем много отдельных изображений, в которых меняется только какой-то один параметр, например, параметр координат x и y, нам может быть интересно получить такой виртуальный слайд со всего препарата. Предположим, что, как в данном случае, снималось на объективе достаточно с хорошим увеличением, например, 20 крат, и в каждый момент времени на нашем изображении мы видели только где-то вот такое поле зрения. То есть это изображение на самом деле составлено из вот таких небольших, перекрывающихся между собой полей зрения. И есть возможность несколько изображений за счет вот этого перекрытия выровнять между собой, сшить, получить такую монтаж, такую картинку уже объединенную. Причем в данном случае, если мы говорим о двух изображениях, у нас нету больших аберраций и дисторсий в нашем микроскопе, ну, например, бочки-подушки нету, то такая сшивка будет очень ровной, и в принципе это будет достаточно численным изображением, с которым мы можем работать. На что нужно, правда, обратить внимание? Конечно, эти изображения перед сшивкой абсолютно точно должны быть обработаны на получение равномерного фона. То есть то, что мы делали на второй и третьей лекции, то, что касается удаления нервномерности освещения, оно должно быть сделано до сшивки, потому что после сшивки мы уже исправить эту ситуацию сможем с трудом, и это уже будет не численное. Если у нас теперь есть много таких отдельных изображений, и мы знаем, как они у нас были сняты на микроскопе, в какой последовательности, мы можем использовать специальный плагин, который позволяет, зная эту информацию, расположить эти изображения в том порядке, в котором мы задали, найти между ними зоны пересечения, и за счет наличия этих зон пересечения сшить эти картинки в один файл. Конечно, нужно понимать, что размер файла здесь очень сильно зависит от количества изображений. Например, если мы получаем вот такой файл, где у нас 16 тысяч точек на 31 тысячу точек, он будет весить порядка 600 мегабайт в сжатом виде. И понятно, что тут уже возникают вопросы с его транспортировкой. В некоторых случаях, если мы говорим, например, о трехцветном изображении, где у нас есть три канала флуоресценции, это могут быть уже 1,5-2 гигабайта. Ну, если мы возьмем большего размера объект, или если мы захотим снимать под большим разрешением, в два раза увеличение нашего разрешения, это, к сожалению, для нас означает в 4 раза увеличение размера наших объектов. То есть, в 4 раза у нас будет больше размер файла. Ну, и давайте попробуем с вами сделать сшивку для начала двух изображений. Давайте откроем два цветных изображения, два поля зрения, снятых с одного препарата. Климатоксидная азина, краска. И попробуем эти два изображения с вами сшить. Видно, что и одно, и второе изображения имеют значительную часть, которая перекрывается. И дальше в меню плагинов, в меню stitching, сшивка, у нас есть первый пункт, который называется сшивка пар изображений. Давайте попробуем его запустить. Он нас спрашивает, какие мы хотим изображения использовать, какое изображение мы будем использовать в виде референса, какое изображение будем на него накладывать. После этого он спрашивает, каким образом мы хотим эти два изображения между собой склеить. Например, можем сказать, линейное смешивание. То есть, он сделает переход одного изображения к другому плавным. Но, правда, если он немножечко ошибся при правильном выставлении этих двух картинок, переход будет заметен. С другой стороны, можно взять только изображение интенсивности одной картинки, второе, минимальное, максимальное. Это уже зависит от нашей задачи. Пока нас все устраивает. У нас стоит галочка «Вычислить перекрытие автоматически». Для нас плагин сделает. Можем еще поставить большую точность такого совмещения двух изображений. Ну и давайте посмотрим, что у нас получится после работы этого плагина. Как видите, эти два изображения объединены в одну большую картинку. И дальше мы можем уже с этой картинкой работать, в принципе, как угодно. Если бы у нас было бы линейно также снято еще несколько изображений, мы могли бы сюда просто подшивать по одному изображению сбоку и получить вот такую вот линейную красивую сшивочку. Единственная сложность, которая есть здесь. Понятно, что мы не можем с вами практически никогда получить случай, когда у нас абсолютно ровно изображения при получении сдвигаются. То есть, если бы у нас был бы идеальный микроскоп, который делал бы абсолютно идеальное позиционирование изображений, у нас было все равно то же самое перекрытие, то тогда у нас перекрытие бы совпало и для изображений, снятых в первой строке, и для изображений, снятых во второй строке, и для изображений, снятых дальше в следующих строках. Но если здесь есть хоть какая-то ошибка, то вот эти зоны, где четыре изображения сходятся, у нас будут не очень ровными. То есть, мы не можем с вами сшить теперь отдельно одну последовательность изображений из одной строки, и к ней потом подшить такую же последовательность изображений из другой строки. Нам нужно изображения сопоставить не только между собой в одной строке, но и вот здесь. И дальше решить математическую проблему о том, как нам передвинуть эти отдельные поля съемки, таким образом, чтобы ошибка при сшите была минимальной. И в этом случае нам нужно будет уже использовать другой подход, другой плагин, это так называемый монтаж папки с изображениями. Лежит эта программа, плагин здесь же, тоже в меню плагин. В меню stitching у нас есть пункт, который называется сшивка сетки или коллекция изображений. Мы можем здесь выбрать, каким образом мы снимали изображение, чтобы подсказать программе. Как видите, можем снимать змейкой, можем снимать змейкой горизонтально-вертикальной, можем снимать зигзагом. Может быть, у нас координаты заданы в названии файла, либо у нас на самом деле координаты могут быть в метаданных наших файлов, что удобно при автоматическом персъемке. Многие микроскопы в метаданные файла могут добавить и позицию столика. Ну и это очень сильно облегчит тогда сопоставление таких картинок. Давайте ради интереса попробуем сказать программе, что мы абсолютно точно не знаем, как эти изображения сняты. Выберем вот такой вот вариант. Все файлы в указанной директории с неизвестными позициями, чтобы программа первым делом нашла, каким образом эти файлы могут быть перекрыты, где у них места перекрытия. Ну и потом пыталась подобрать их позиции таким образом, чтобы ошибка при их шивке была минимальная. После нажатия клавиша «Ок» нас программа попросит указать папку с изображениями, которые мы хотим с вами использовать. Давайте попробуем найти папку тех же самых картинок, которые я открывал. Она может нам помочь с выбором картинок, подсказав, какие из картинок мы хотим в шивку брать. Ну, первое, не все картинки хотим. Галочка здесь стоит. И по умолчанию она будет шивать эти картинки все сама с линейным смешиванием каналов. Ну и давайте нажмем «Ок» и посмотрим, что произойдет. Она нам показала диалог, где мы должны с вами выбрать, какие из картинок в этой директории мы хотим взять. Предположим, все четыре картинки нас с вами полностью устраивают. И в итоге у нас получилось вот такое вот окошечко, где эти изображения сшиты. Как видите, за каждым изображением есть небольшая темная полоска. То есть, несмотря на то, что столик, например, у микроскопа двигался ровно, вот это вот ошибка передвижения столика. Тем не менее, если мы приблизимся, мы увидим, что практически само место сшивки у нас не пострадало. Мы здесь не видим никаких особых изменений. Ну, можно заметить, здесь, конечно, небольшой переход, чтобы здесь была линия сшивки, конечно. Но это нужно заранее знать, что она действительно здесь вот прошла. Таким образом, мы с вами теперь можем сшивать несколько картинок одновременно. И таким же образом можно сшивать и картинки флюоресцентные. Остается последний вопрос. Каким образом нам сшивать несколько изображений, если у нас несколько флюоресцентных каналов? И для этого мы можем наше изображение объединить в стеке, где в полученной картинке у нас в каждом стеке будет абсолютно одинаковая последовательность каналов. То есть, одно положение столика, и у нас на этом положении снимается, например, DAPI, Alexa 488, Alexa 568. Следующее положение столика, и следующий стек, то есть картинка, состоящая из нескольких каналов, точно так же DAPI, точно так же Alexa 488, точно так же Alexa 568. Ну, и далее повторяем точно таким же образом для нашей сшивки вот такие съемки изображений. Если мы теперь с вами соберем изображения в такие стеки, положим вот эту картинку, и у нас вот есть несколько каналов, объединенных вместе, сшитых вместе, то мы теперь можем нашей программе сказать, попросить ее эти изображения точно так же сшить. И она нам сошьет уже не один канал или цветное изображение, а все четыре канала. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть, и каким образом мы тогда эти каналы с вами увидим. Точно так же мы сделаем сшивку коллекции изображений, точно так же я попробую указать программе, что я не знаю, как у меня эти изображения были сняты. Выберем каталог, где у нас уже не отдельные каналы, а вот такие стеки из изображений с известной последовательностью съемки разных каналов. Вот они у меня combined. И запустим нашу программу для всех четырех изображений. В итоге у нас получилось теперь изображение, состоящее из четырех каналов. Проверить это мы можем, разбив его на отдельные каналы. Давайте посмотрим, как это получится. Видно, что шивка очень удачная, особого передвижения препарата здесь не было. Image, Color, Split Channel. Здесь должно быть аж целых четыре канала. Раз, два, три, четыре канала. Ну и как видите, все четыре канала у нас сшиты достаточно хорошо. Почему мы не можем по отдельности сшить каждый канал, а потом совместить? Дело в том, что вот эта вот ошибка передвижения столика, которая у нас имеет место быть, может учитываться программой для разных каналов немножечко по-разному. И картинки отдельных каналов будут хорошо друг с другом сшиты, но при переносе между каналами каждый раз программа будет немножечко по-разному оптимизировать, как она эти изображения будет раскладывать. И работать с таким изображением тогда для получения, скажем, колокализации мы не сможем. А если мы с вами сложили в начале наши каналы в стэк, и открываем теперь уже не просто картинку одного канала, а картинку всех каналов для данного положения x и y столика, то шивка пройдет для всех изображений совершенно одинаковая. И мы можем теперь, если захотим, разбить на каналы, работать с отдельным каналом, считать, смотреть колокализацию и работать с этим изображением, как с обычным изображением. Конечно, если у вас будет очень большое количество отдельных файлов, вам придется уже искать машину с большим количеством памяти. Потому что для того, чтобы собрать, например, изображение размером, предположим, в 2-4 гигабайта, памяти на компьютере вам понадобится как минимум в два раза больше. То есть 8 гигабайт – это вполне такое разумное требование. Если вы хотите собрать еще большую картинку, ну, в общем-то, и 32 гигабайт может не хватить. Где в программе указывать количество памяти, которое она может из вашего компьютера использовать? Точно так же у нас есть в меню Edit, меню Options, и здесь есть пункт память и потоки, Memory and Trades. Здесь можно указать, какое количество памяти мы разрешаем на нашей машине, нашей программе использовать для работы. Ну и вот на этом компьютере, у которого на самом деле 32 гигабайта памяти, максимальное изображение по размеру, которым не удавалось сшить, это порядка 12 гигабайт. Больше просто на этом компьютере это, к сожалению, сделать невозможно. Поэтому, к сожалению, шивка, конечно, ограничивается в основном уже вычислительными способностями компьютера, на котором вы ее будете делать. После того, как мы поговорили с вами о стеках, где у нас меняются координаты по x и y, и где у нас есть каналы, на самом деле здесь могут быть и координаты z. Точно так же можем с вами выровнять и изображения, которые по z сняты. А нужно будет поговорить о том, как мы можем оценивать движения отдельных частиц. То есть о так называемой кемографии, о возможности присвоения цветов каждой частички и так далее. Предположим, что вы хотите показать какое-то движение отдельных частиц, но вы ограничены в возможности публикации, к примеру, статьей. Понятно, что можно положить дополнительные материалы, например, те же самые видео, и пользователь может их посмотреть, но читателю, конечно, удобнее такое представление увидеть прямо в статье. Для того, чтобы показать движение, мы можем использовать так называемый подход к кемографии. Что это такое? Предположим, у нас есть вот такое изображение, которое вы видите наверху, и я сейчас попробую его открыть под большим увеличением, чтобы было видно, как меняется здесь движение отдельных частиц, отдельных клеток. Если мы теперь проведем какую-то линию внутри этого рисунка, и по этой линии попросим программу все время сканировать, плюс-минус, скажем, 7, 9 или 11 точек, то мы можем получить теперь для нашего изображения такой график, где у нас по одной оси будет х, и мы взяли, скажем, вот такую рамку для подсчета средней яркости. Х у нас так и остался. А по другой оси у нас будет время. И время 0 секунд, например, у нас будет находиться здесь 1 секунда, 2, 3 и так далее. И теперь мы можем видеть треки частиц, то есть как отдельные клетки по времени передвигались по нашему препарату. Здесь можно увидеть треки частиц, которые двигаются в этом направлении, которые двигаются, например, в этом направлении, так как у нас время, да. Ну и, соответственно, имеют разные метки. Зеленая и красная. В принципе, имея такую кемограмму, мы можем померить и некоторые другие параметры. Например, скорость. Сколько микрометров за секунду, например, у нас вот эта вот клетка смогла пройти. Можно померить уже и производные от этого, значения, например, ускорения, с которыми она двигалась, путь, который она прошла, и другие параметры. Но это позволило нам представить наши живые данные с движением клеток в двумерной плоскости, которая теперь может быть опубликована в виде отдельной картинки к статье. Давайте посмотрим, как еще мы можем подойти к решению о том, как можно отследить движение отдельных частиц. Ну и прежде всего, давайте мы возьмем эту же картинку. Я ее сдублирую, чтобы у нас была исходная картинка. И разобью нашу картинку на отдельные каналы с тем, чтобы показать, как мы теперь можем при помощи цвета зашифровать время, где находилась наша частица. Либо, если бы у нас было еще трехмерное изображение, можно было бы еще таким образом закодировать положение по глубине. Разбиваем на отдельные каналы. Давайте возьмем, начнем с зеленого канала. Вот он такой, достаточно хорошо видимый. Здесь есть движение отдельных клеток. Тоже хорошо видно. И давайте попробуем с вами изменить окраску этого канала, так, чтобы у нас он был не просто черно-белым, или в данном случае черно-зеленым, а каждое временное окно, каждое время будет отражаться каким-то цветом. Для этого нам нужно будет пойти в меню изображения, гиперстейки и здесь temporal color code, то есть изменить цвет в зависимости от времени. Тем можем указать палитру, которую мы хотим использовать. Пускай у нас будет спектр, хотя можем и другую. С какого по какой кадр мы хотим применить это изменение. И кроме этого мы можем еще создать калибровочную вставочку, где у нас будет показано соответствие цвету кадра. Давайте запустим эту программу, посмотрим, что мы с вами получили. Так как изображение у нас в секундах не было откалибровано, то и наша калибровочная часть, она дана в неких фреймах от первого до шестьдесят второго. Опять же, если была бы калибровка по, скажем, времени, по секундам, здесь это было бы представлено уже в реальных единицах времени. Но мы видим, что, например, вот эта частица в нулевое время на первом фрейме была здесь. И дальше, как видите, ее путь окрашен цветами, которые точно так же меняются, как и этот спектр. Доходя до красного, вот она остановилась. Вторая частица, вот она начала свой путь, будучи красной, зеленой, желтой, зеленой, синий, фиолетовый, красный завершилась здесь. То есть, таким образом можно проследить, как частицы передвигались через отснятый нам участок. Ну, это, конечно, очень удобно, но нас интересует возможность еще нескольких вариантов визуализации. И следующий вариант визуализации – это кемография. Для того, чтобы создать кемограмму, нам прежде всего нужно провести линию, по которой мы будем ее считать, по которой мы будем усреднять яркость. Предположим, линия у нас будет вот здесь. И вокруг этой линии, соответственно, будет подсчитана средняя. С другой стороны, программа сейчас не знает, что у нас находится по второму направлению, вот эти вот каналы. Если мы сейчас скажем сделать кемограмму, а кемограмма у нас находится в меню «Анализ», то, указав здесь количество точек от линии вверх и вниз, которые мы хотим использовать, оно обязательно должно быть нечетное, пускай, например, у нас будет 11 точек, мы получим вот такую непонятную кемограмму, где мы видим, что у нас чередуются как бы два кадра. Первый и второй канал. Такая кемограмма не очень показательна, поэтому в идеале нам бы каждый канал сделать отдельно, а потом, если мы захотим, мы можем его объединить. Как это сделать, вы знаете. Нам нужно сделать дубль нашего изображения. Нам нужно на этом дубле изображения разбить его на каналы. Мы теперь можем с вами добавить нашу линию в менеджер выделений, чтобы ее переносить было удобно с изображения на изображение. И, взяв ее на первом изображении, сделать кемограмму для красного канала. Анализ, multi-kimograph, multi-kimograph. Здесь, пускай у нас будет 11 точек, например. Вот мы получили кемограмму для красного канала. Точно так же зеленый, взяли эту линию, точно так же пошли в анализ, multi-kimogram, multi-kimogram, тоже пускай у нас будет 11, например. Я уже говорил, обязательно должно быть нечетное. Вот у нас есть эти две кемограммы для красного и для синего, для зеленого. Давайте, чтобы не запутаться, мы их переименуем, чтобы потом присвоить им эти же цвета. Для переименования изображения мы можем пойти в меню изображения. Здесь у нас rename. И первый у нас был красный, взявим его red. Второй был зеленый, взявим его green, чтобы дальше с ним было удобнее работать. И теперь мы можем их опять же объединить через меню изображения, цвет и merge channels. Тогда мы в красную ставим красную, в зеленую ставим зеленую. Говорим объединить их. И вот мы получили с вами кемограмму, которую можно разместить вместе с нашим изображением. И в данном случае действительно она будет представлять все положения отдельных клеток на каждом временном промежутке. Видно, что большинство клеток здесь оказывается неподвижным. Некоторые двигаются небольшое расстояние. И очень небольшая часть клеток двигается с сравнительно большой скоростью вдоль этого направления. Но опять же, кемограмма удобный способ демонстрации. Мы можем ее распечатать, но мы не можем с нее посчитать удобно все динамические параметры. Например, нас может интересовать параметр скорости передвижения наших точек. Либо, если у нас есть несколько клеток, которые могут вместе объединяться или делиться. То есть, в принципе, можно было бы, если мы могли бы каждую клетку отследить, посмотреть, каким образом клетки делятся. И какая клетка дает начало какому-то, скажем, органу зародыша. Но здесь нам нужен, конечно, другой подход. Нам нужен трекинг отдельных клеток. И мы это тоже можем сделать. Для этого я возьму всю ту же самую зеленую часть от нашего изображения. И первое, что мы можем сделать, мы можем использовать так называемый ручной трекинг. Здесь видно, что есть одна клетка, очень хорошо двигающаяся. Вот она. И для того, чтобы отследить ее траекторию, нам нужно будет пойти в меню плагин. В этом меню у нас есть трекинг и менюал трекинг. После этого у нас откроется окошко, которое нам позволяет теперь прямо по нашей структуре прокликать положение отдельных клеток. И, соответственно, каждый раз она будет передвигаться на следующую клетку, на следующую. То есть нам нужно, в принципе, для каждой клетки поставить в ее максимуме точку. И тогда мы можем увидеть путь, который эта клетка проделала. Вот, например, у меня уже прокликано для этой клетки ее положение в разное время. Кроме этого, то, что мы получаем при помощи этого плагина, это координаты по x и y для каждой точки. То есть для каждого положения этой клетки в каждую временную отметку. Естественно, еще у нас есть яркость, у нас есть ускорение, дистанция, которую клетка между кадрами проделала. И, проанализировав эти данные, можем получить все необходимые нам уже вторичные данные, такие как скорость, ускорение, какое время клетка стала с неподвижным двигалась, в каком направлении она двигалась. Ну, в общем, можно изучать, например, тот же самый хемотаксис. Понятно, что так вручную можно некоторое количество клеток отследить, но это достаточно долгое занятие. Поэтому нам, конечно, было бы гораздо более интересно иметь возможность автоматического подсчета движения клеток. И для этого мы можем использовать другой плагин, который позволяет автоматически отследить движение каждой клетки. Давайте будем его использовать. Этот плагин находится точно так же в плагинах, в трекинге, и называется он TrackMate. У него есть возможность ручной отметки частиц, Manual Tracking, но мы будем сейчас смотреть с вами, каким образом мы можем работать в его автоматическом режиме. Запускаем этот плагин TrackMate. Он выглядит вот таким вот образом. И нам нужна картинка, имеющая отчеты в виде нашего стека по времени, по Т. Прежде всего, плагину нужна калибровка. Ему нужно точно знать, в какой части изображения мы хотим с вами искать эти движения, на каких временных отрезках мы хотим искать эти движения. И ему нужна информация о размере одной точки, о высоте одной точки, о глубине, если мы говорим о стеке уже трехмерном. В принципе, он все берет эти данные из метод данных изображений, и если они более-менее правильные, то можно их принять и нажать здесь дальше. Мы можем выбрать алгоритм, каким будет происходить детекция отдельных точек на изображении. LogDetector достаточно неплохой. Для него есть, правда, несколько параметров. Мы должны их задать отдельно. В данном случае изображение немножко шумное. Я буду использовать медианный фильтр. Я могу нажать превью, чтобы увидеть, сколько точек этот алгоритм нашел. Как видите, он нашел очень много точек, которые, мягко скажем, отсутствуют на самом деле на изображении. Давайте поменяем трешхолд. То есть яркость, после которой мы будем эту точку считать правильной. Посмотрим теперь. Стало лучше, но опять же, есть некоторое количество точек, которые на самом деле отсутствуют на изображении. Давайте посмотрим, например, 100. И вот мы нашли с вами значение, которое близко к тому, которое позволяет нам выделить все реально существующие точки. Давайте перейдем на какое-то другое значение по времени. Посмотрим, нашел ли он все точки. Опять он их нашел. И это настройки детекции отдельных частиц. Еще одним важным моментом, здесь размер одной частицы средний. Опять же, если у вас есть несколько частиц, большие и малые, вы хотите, например, только движение малых или больших посмотреть, можно вот это значение поправить. Но пока нас все устраивает. Клетки у нас более-менее одинаковые. Плагин нашел координаты каждой точки на всех имеющихся у нас временных промежутках. И дальше нам нужно выбрать, какие точки мы оставляем. Здесь представлено качество обнаружения этих точек. Ну и в принципе, меня все эти точки устраивают. Я могу здесь нажать дальше. Можно, опять же, взять только точки, например, с низким качеством. Или только с высоким качеством. Или автоматически использовать этот подход. Будем считать, что нас все устраивает. После этого плагин нас спрашивает, как мы хотим увидеть результаты работы отслеживания отдельных частиц. Если у нас в трехмерном пространстве они сделаны, если у нас есть еще координата Z, тогда нам придется выбрать 3D-вьювер. Так как в данном случае у нас только X, Y и T, будем использовать гиперстэк. Далее. Мы можем установить фильтры различные на качество, на яркость частиц, на их размер. Все, что угодно. Не будем делать. Нас все частицы интересуют. И можем выбрать алгоритм, которым будут соединяться отдельные точки на соседних временных значениях. Ну, вот обычный LabTracker. Он самый хороший. В принципе, можно взять еще чуть более усложненный традиционный LabTracker. Он будет чуть-чуть помедленнее работать. Далее. И нам нужно указать несколько параметров. Ну, во-первых, максимальное расстояние, которое могут эти точки, эти клетки преодолеть от кадра к кадру. Больше трех метрона они здесь явно не могут пробежать. В случае, если у нас точка пропадает на несколько кадров, ушла из фокуса или еще что-то, на какое максимальное расстояние они могут, эти точки тогда у нас прыгнуть. Ну, давайте сделаем, скажем, 4 при двух кадрах. И как разбивать или объединять сегменты. Если у вас, например, делятся клетки, понятно, у вас тогда эти треки будут делиться. У вас была одна клетка, она куда-то доползла, дальше получилось две клетки. И вот установка здесь галочки позволяет в данном случае разрешить разделение таких клеток. Либо у вас, например, две гаметы, которые могут слиться, и вы их отслеживаете. Тогда вы можете поставить здесь галочку на отслеживание таких ситуаций слияния нескольких клеток. Ну, здесь не может быть у нас ни одного, ни другого, поэтому эти галочки я не ставлю. Идем дальше. Она рассчитывает траектории. И вот траектории, которые теперь у нас посчитаны для всех наших движущихся отдельных объектов. Конечно, вот здесь есть некоторые сложности. Алгоритму не удалось хорошо справиться с этой частью изображения, но мы ее можем просто не брать в анализ, скажем, отрезать. Либо подобрать для этого алгоритма чуть-чуть другие значения. Например, использовать не лап, а какой-нибудь другой алгоритм соединения перемещения точек. Указать здесь меньшее расстояние, на которое они могут передвигаться от кадра к кадру. Или использовать какие-то другие решения. Но большинство траекторий здесь абсолютно достоверно хорошо восстановлены. В том числе и траектории клеток, которые не передвигались. И мы можем теперь установить какой-то фильтр на те точки, которые мы хотим дальше использовать для передвижения. Что мы здесь можем делать? Качество восстановления, длину, прошедшую данной точкой, положение, с которого они начали это делать, насколько они продвинулись. Как видите, здесь достаточно много, можно выбирать различных параметров. Предположим, меня все устраивает. Я хочу взять только те, которые передвигаются на максимальное расстояние. И вот у меня здесь, на графике, я могу выбрать только те точки, которые за время снятия стека двигались на самое большое расстояние, которое здесь есть. Нажимаем дальше. Она спрашивает, каким образом мы хотим теперь сформировать эти данные. Показывает ли нам отдельные треки частиц, показывает ли название, если мы хотим, тех частиц, которые были представлены. Ну и у нас есть еще меню анализ, которое выдает нам некую статистику по количеству точек, которые были обнаружены, по времени, ускорению, сколько прошла каждая точка, качество трекинга и так далее. И все это можно использовать уже для дальнейших подсчетов. Плюс можно сохранить просто вот эти вот отдельные линии и дальше использовать это для работы. Также здесь есть так называемая трек-схема. Здесь на этой трек-схеме показываются все случаи слияния или разветвления отдельных точек, ну и время, когда они были найдены. Так как у нас были запрещены слияния или разбиение этих точек, то график у нас выглядит вот так вот не очень интересно. Это просто время и когда какая точка была первой раз обнаружена. И вот дальше с ее координатой мы можем все посмотреть. Здесь о ней есть вся информация, которая нас может интересовать. Если же мы смотрим, например, развитие какого-то эмбриона, то здесь мы можем немножечко интереснее поступить. Мы можем с вами тогда видеть, каким образом какая-то клетка поделилась. Например, у нас была одна клетка, здесь появилось бы деление на две отдельных колонки. И мы могли бы тогда отследить, выделив эту клетку, весь ее путь, ну и соответственно, все клетки, которые во время деления от нее произошли. Наложить эту информацию на исходную картинку, например. И таким образом уже в трехмерной даже плоскости увидеть все клетки, которые образовались из родительской. При правильно подобранных параметрах это возможно такие публикации на самом деле существуют. Ну и этот плагин на этом в принципе и заканчивается. Мы можем теперь его наложить, например, на исходную картинку. Сейчас он завершится. И получить вот такую картинку, где у нас есть и движение частиц, и их траектория. То, что касается отражения движения траектории, можем сказать, чтобы они только тянулись за точкой, или только показывалась ту траекторию, которая точка должна пройти. Ну, это уже такие чисто дизайнерские варианты оформления данных. В итоге мы с вами рассмотрели три возможности представления о передвижении каких-то клеток, точек на нашем стеке. Мы поговорили о цветовом кодировании глубины или времени. Мы поговорили о кемограммах. И мы поговорили о ручном и автоматическом трекинге отдельных частиц. На этом то, что касается движения частиц, мы с вами эту часть завершим. И перейдем к следующей теме, а именно к разделению отдельных цветов. Если у нас есть какое-то изображение проходящего света, ну, обычный гемотоксин и азин, то понятно, что глазом мы, в принципе, можем сказать, что вот ядра, да, они у нас окрашены одним красителем, а вот какие-то белки у нас накрашены азином, например. Но простое разбиение на каналы здесь не поможет, потому что синий – это не совсем синий, он имеет некоторое количество и в зеленом канале, красный – не совсем красный, он имеет некоторое количество, в том числе и в желтом канале. И таким образом, если мы разобьем вот эту картинку на два канала, предположим, что у нас будет канал, давайте, красный и, например, синий, то одна и та же структура окажется и в синем, и в красном канале. С другой стороны, если мы возьмем с вами какую-то структуру, которая окрашена только одним красителем, например, какое-то ядро, которое лежит в клетке, где практически нет белка, ну, вот какое-то вот такое вот ядро, то мы можем сказать, что, например, для него синего будет очень много, красного будет поменьше. Мы знаем это соотношение, что, например, когда у нас есть только один краситель, только, например, гемотексилин, то соотношение синего к красному у нас будет, например, 5 к 1. С другой стороны, мы теперь можем взять какую-то область в нашем препарате, вот такую, например, где у нас остался только иозин, и здесь видно, что если мы теперь такой график построим, то вот у нас будет много красного в случае иозина, и немножечко все-таки он может пересвечивать, например, синий канал. И соотношение у нас может быть, например, пускай будет 1 к 10. Теперь, если мы получаем с вами для какой-то точки препарата соотношение яркости в этих каналах 5 к 1, понятно, что эта точка принадлежит области, где у нас есть только один краситель, гемотексилин. Если у нас соотношение обратное, 1 к 10, то тогда у нас, например, это уже точно иозин. Но представим, что мы получили какое-то соотношение немножечко странное, например, 6 к 11. Понятно, что пересчитав это и разложив на эти два компонента, мы можем сказать теперь, сколько у нас в этой точке будет гемотексилина, сколько будет в этой точке иозина. И в принципе то, что мы наблюдаем, это два спектра, которые взаимно перекрываются. Вот, предположим, это у нас синяя, это у нас, скажем, красная, да, иозин и, скажем, гемотексилин. И результирующий спектр будет тогда выглядеть примерно вот таким образом. Снимая канал только красный, у нас здесь будет еще захватываться и подножие синего. Снимая канал только синий, мы будем захватывать здесь еще и кусочек красного. Так вот, математически мы теперь, зная соотношение в каждом канале яркости для чистого красителя первого и для чистого красителя второго, мы можем пересчитать любые соотношения другие. Например, соотношение один к одному яркости в каждом канале может быть пересчитано достаточно легко, чтобы сказать, сколько у нас гемотексилина, сколько иозина. В нашем программобеспечении есть возможность сделать такое преобразование автоматически и получить из такого цветного изображения, как поставлено здесь, две отдельные картинки, где у нас будет отдельно хорошо виден только гемотексилин и отдельно только иозин. После чего мы можем отдельно каждый из этих каналов обрабатывать. Более того, мы можем взять несколько отдельных красок, добавить сюда, например, еще диаминобензидин. Какие здесь есть подводные камни? Ну, прежде всего, если у нас какая-то точка полностью поглощает весь свет, о спектральном составе мы уже говорить не можем. И сделать нормальное разделение цветов, вот такую цветовую деконволюцию, а это именно она, мы уже не сможем. То есть нам нужно тогда снимать препарат и красить его так, чтобы ни одна точка препарата не была абсолютно черной, чтобы через нее проходило достаточное количество света. Ну и спектры, конечно, красителей, которые мы используем, должны отстоять друг от друга достаточно далеко. Например, мы не можем здесь использовать какой-нибудь хромоген красный, например, с фосфатазой той же самой, потому что красный, который будет у нас, и красный, который мы получим от иозина, будет очень сложно разделить. А вот, например, коричневый диаминобензидин с пероксидазой, здесь, в принципе, теоретически еще можно использовать для разделения. Давайте посмотрим, как это можно сделать в нашей программе. И для этого мы с вами откроем картинку, на которой есть оба наших красителя. Вот такая картинка гемотоксилина и иозина. Давайте попробуем в программе использовать уже встроенные профили каждой из краски. Для этого мы пойдем в меню изображения, имидж, пойдем в меню color, цвет. И здесь есть пункт, называется цветовая деконволюция, color deconvolution. Давайте выберем его. У него уже внутри есть некоторое количество красок встроенных, которые мы можем дальше использовать для разделения. Гемотоксилины различные, покрашенные поярче, потемнее. Различные варианты гемотоксилина и иозина с диаминобензидином. Трихсхром Массона, например, и некоторые другие красители. Плюс мы можем сами потом, если захотим, задать такую маску для того, чтобы разделять эти отдельные краски. Давайте возьмем встроенное значение. Попросим показать матрицу, которая есть, для гемотоксилина и иозина. И посмотрим, что у нас получится с этой картинкой. Он нам разбил картинку, но, заметьте, разбил он ее очень странно. На три канала. Первый канал, несомненно, гемотоксилин. Видны только ядра и больше ничего. Второй канал, несомненно, иозин. Но, правда, есть некоторое количество вот этой фоновой окраски, которая здесь немножко у нас явно лишняя. И зеленый канал – это то, что не вписалось ни в первую модель, ни для гемотоксилина, ни для иозина. То есть ошибка нашего выделения. В данном случае вот она есть, но не очень большая. Согласитесь, что если закрыть этот канал, то вот эти два изображения достаточно хорошо позволяют нам увидеть вот эту картинку. В принципе, если бы мы их с вами сложили с использованием таблицы цветов, то мы получили бы, опять же, вот такое же изображение гемотоксилина и иозина, с которым мы могли бы с вами работать. Как быть, если в этом меню цвета вам не очень подходят? Ну, предположим, у нас гемотоксилина и один покрашен по-своему, либо какие-то другие красители. Мы точно так же можем в этой программе, при необходимости, сделать возможность самим указать цвета для чистых объектов. Давайте попробуем это сделать. Вряд ли у нас с первого раза получится это хорошо, но, тем не менее, идем в меню цветовой деконволюции и здесь выбираем в самом низу пункт из областей интереса. Говорим «Окей». Программа нас просит выбрать область, в которой находится только первый краситель. Для удобства давайте я обведу, например, вот такую область, в которой у меня явно есть только иозин и больше ничего. Она меня просит теперь указать, где у меня есть только второй краситель. Давайте я для этого укажу вот эту область, где у меня, скорее всего, только гемотоксилин будет встречаться. И третью область, например, я для этого укажу фон, который вот здесь находится. После этого программа разбила мне изображение с указанными мной вручную значениями. И посмотрите, они на самом деле оказались лучше тех, которые записаны в программу. У меня теперь нет вот этого зеленого фона вот здесь вот в выделенном мной иозине. Он теперь очень хорошо, красиво получился. Замечательно видны клетки. Здесь у меня получился только гемотоксилин. Замечательно видны ядра. И теперь если мне нужно будет отсегментировать, например, ядра, посчитать их, посмотреть с количеством белка, например, сравнить с окраской по яркости иозина, я могу это сделать. Таким образом, мы с вами посмотрели, как можно сделать цветовую деконволюцию для цветных изображений с обычными классическими гистологическими окрасками. В том числе, если бы у нас третьей краской был бы контихромоген, например, диаминобензидин, можно было бы выделить еще и его. Конечно, сейчас мы очень часто работаем с флуоресценцией, и проблема такого разделения цветов для флуоресценции стоит не менее остро. В идеале мы подбираем флуорохромы, чтобы не было взаимоперекрытия каналов, но, к сожалению, не всегда есть возможность снимать каналы, например, последовательно. А при одновременной съемке нескольких каналов цветовых подобрать флуорохромы, чтобы не было никакого перекрытия каналов, для случаев, например, больше трех флуорохромов, как минимум сложно, а как максимум практически невозможно. Но, имея возможность снять вот такой стек изображений, где у нас меняется, например, несколько кубиков, причем некоторые из них действительно подходят под наши краски, некоторые между ними, либо, если вы работаете с микроскопом конфокальным фирмы Leica, вы можете позволить себе еще более интересную возможность. Можно снять так называемый Z-стек, который позволит вам снять все возможные длины волны возбуждения и спускания с шагом, например, в 10, 20 или 30 нанометров. Таким образом у нас получится вот такой стек, так называемый Lambda-стек. Давайте возьмем такую картинку и попробуем ее обработать в специальном плагине. Что будет делать этот плагин? То же самое, что и в предыдущем случае. Он попытается подобрать распределение красок так, чтобы в каком-то из каналов каждая из наших красок была наиболее яркой. Например, вот в этом канале, видите, наша здесь синяя краска, наш, к примеру, DAPI в данном случае, видите, наиболее яркий. И она возьмет тогда эту информацию именно с этого канала. Зеленый канал у нас наиболее яркий вот здесь. Ну и красный канал у нас наиболее яркий вот здесь. Это кривая минимума максимума. Все ли краски мы с вами убрали или нет. И таким образом мы можем теперь, вернее программа за нас может сказать, что если она берет этот канал, то здесь максимум синей краски, половина яркости будет, если будет такое же количество зеленой зеленой краски и немножечко красной. Для зеленого канала здесь будет зеленого канала чуть больше остальных, но красный и синий будет в большом количестве. Ну и для красного канала его будет очень много, зеленого будет немножко, синего практически не будет. То есть она может посчитать те же самые соотношения для чистой краски и для каждой краски отдельности. После этого она точно так же может пересчитать это изображение. Плагин, на котором я говорю, устанавливается отдельно. Он есть в той папочке, ссылку на которую я давал. Называется он в данной программе в плагинах Poisson.nmf. И я возьму две картинки. Первую картинку из его документации, а вторую картинку, снятую на нашей конфокальной лейке с тремя каналами. И попробуем обе эти картинки с вами преобразовать. Ну и начнем с картинки стандартной, которая идет в описании к этому плагину. Вот так она выглядит. Давайте мы ее уменьшим, чтобы ее было лучше видно. И вот отдельные каналы. Видите, есть явно три разных флорохрома. Но видно это очень достаточно плохо. Если мы пытаемся сейчас без деконволюции взять три картинки, самые яркие. Например, вот здесь у нас наиболее яркая картинка цитоскелета. Давайте возьмем один только канал, вот такой. Раз. Дальше возьмем канал самый яркий, где у нас наиболее ярко выражена актин. Вот он здесь. И тоже только эту картинку. Ну и дальше пойдем, попробуем посмотреть еще одно изображение, где у нас последний канал наиболее яркий. Вот этот. Ctrl-Shift-D. И тоже сделаем только одну картинку. Если мы эти картинки теперь попытаемся объединить вместе, то то, что мы получим, будет не очень симпатично. Давайте это сделаем. Изображение. Цвет. Merge Channels. И так же и делаем у нас с вами последнее изображение, которое мы получили. Третье это синее. Второе изображение это красное было. Ну и первое изображение было зеленое. Вот что мы получили. Как видите, перекрытие каналов здесь очень сильно значимое. У нас все желтенькое, здесь не очень красиво. Давайте попробуем теперь при помощи этого плагина разделить полученную нами такую картинку на отдельные каналы. Плагины. Пойдем в плагин Poisson NF. Скажем, сколько у нас отдельных красок, по нашему мнению, здесь есть. Не учитывая, например, флуоресценцию. Три. И дальше. Сколько раз она будет подбирать параметры. Это итеративный метод. 100 итераций. Каким образом мы хотим высчитать здесь фон. Мы можем, например, сказать, что мы фон можем указать вручную. Либо это минимальные яркости, которые есть. И какое распределение у красок. Либо мы вручную указываем точки, где только одна краска присутствует. Либо мы считаем, что у нас распределение гауссовское. Ну и давайте при вот этих параметрах просто запустим эту программу. Она подберет нам теперь значения, чтобы они были максимально правильными. И теперь мы можем с вами точно так же раскрасить, скажем, это изображение. У нас теперь здесь есть только эти три канала отдельных. И если мы ее раскрасим, то получится картинка уже гораздо более симпатичная. Давайте это сделаем. Вот такая картинка получилась. Ну и как видите, цвета я, конечно, здесь перепутал немножко. У меня вот это должно было быть на самом деле синим. Давайте еще раз ее запустим. Значит, это должно быть тогда 3, 2, 1. Наверное, в такой последовательности. Да. Вот картинка, которую мы получили. Как видите, здесь ядра видны отдельно хорошо. Отдельно виден тубулиновый и актиновый цитоскелет. Ну и в общем мы разделили эти каналы достаточно хорошо. Давайте попробуем сделать то же самое на втором изображении, уже реальном. И пускай у нас будет вот такое конфокальное изображение. Мы можем пройтись по этому стеку. Давайте сделаем с него максимальную проекцию. Стеки. Z-проекция. Максимальная интенсивность нас будет интересовать. И посмотрим, что у нас получится. Так, получилась у нас вот такая картинка. Давайте теперь попробуем на нашем стеке сделать как раз вот этот плагин, который разделит нам цвета чуть-чуть получше. Пуассоновское распределение. Три цвета у нас отдельных есть. Нас все устраивает. Ну, единственное, можно, конечно, фон вручную указать, потому что здесь он не равен нулю, но тем не менее. Сейчас она досчитает. То, что мы с вами здесь получили, пока в черно-белом варианте. Давайте преобразуем это в цветной вариант. И сделаем максимальную проекцию. Так. В основном варианте это вот так вот уже выглядит. И если мы теперь сделаем с этого изображения максимальную проекцию, точно так же. Так как картинка 32-битная, мне придется поменять яркости, чтобы они уложились все, то получается вот такое вот изображение. Как видите, в данном случае зеленый канал у нас был наиболее грязный. В него у нас попадала и часть от красного канала, и часть от дапи. Поэтому на исходном изображении, если мы говорим о такой проекции максимальной данного конфокального стека, зеленый канал был, ну, скажем так, больше желтым. Было смешано. Здесь, после того, как мы сделали такое разделение цветов, посмотрите, у нас очень хорошо стали видны, то, что здесь было практически не видно, отдельные части, где есть на самом деле вот такие зеленые, достаточно хорошо выраженные объекты. Таким образом, использование цветовой деконволюции, даже на конфокальном стеке, когда есть некоторое перекрытие каналов, один из каналов виден не очень хорошо, позволяет нам канал, который был плохо виден, вот таким образом восстановить, если хотите, спасти его от того, что его становится за счет этого хуже видно. Ну и, естественно, в этом канале может быть какая-то значимая, например, информация. Что у нас с вами теперь получилось? Мы с вами научились разделять флюисцентные каналы в случае, если они перекрываются. Причем мы это научились делать как для случая картинок двухмерных, обычных, проходящего или флюисцентного, так и для конфокальных изображений. Мы увидели, что за счет этого можно получить дополнительное количество информации с нашего изображения. На самом деле есть еще и коммерческие программы, которые позволяют делать то же самое. Например, мне очень нравится программа, которая стоит у нас прямо на микроскопах у Лейки. Она называется DiveFinder. Это плагин, который обычно с конфокальным микроскопом идет в комплекте. Он позволяет вам точно так же указать прямо на микроскопе место, где у вас есть только один краситель, как вы считаете, место, где у вас есть только второй краситель и только третий. Автоматически рассчитать эти соотношения красителей и после этого расчета применить их к снимаемому вами уже конфокальному стеку. Что позволяет прямо с микроскопа получить уже изображение с минимальным перекрытием каналов. Так как мы с вами поговорили о цветах, о отдельных каналах и разделении этих каналов, то теперь мы имеем право поговорить о таком подходе, как расчет колокализации на наших микроскопических срезах. Дело в том, что когда мы с ними работаем, очень часто у нас возникает вопрос о том, насколько близко какие-то два, например, флюзенных белка или два флорохрома, которые мы пометили, скажем, наши эпитопы, располагаются. Конечно, нужно прежде всего сказать, что колокализация ни в коем случае не подразумевает взаимодействие. Она позволяет нам лишь сказать, что эти два флорохрома или эти два белка или еще что-то находятся близко друг к другу, но разрешение, о котором мы имеем право говорить, в данном случае в идеале, это что-то вроде 250 на 250 нм по xy, и я бы сказал, на самом деле 800, а не 500, если быть точнее, нанометров по z, по глубине. И вот это вот в идеале то, что мы можем добиться. Понятно, что в таком объеме может поместиться достаточно много белков, и они могут совершенно никоим образом друг с другом не взаимодействовать. Однако, скажем, возможность показать и доказать колокализацию в каких-то субклеточных органеллах, например, в ядре или в цитоплазме, вполне возможно. Размеры это позволяют сделать. Опять же, еще раз скажу, что колокализация никоим образом не подразумевает взаимодействие. Оно может только предполагаться, его нужно доказывать отдельно. Оно лишь показывает, что два ваших флуоресцентных красителя находятся в объеме меньшем, чем разрешение вашего микроскопа. И если вы будете работать действительно с такими маленькими объемами, с такими маленькими значениями размеров, с таким большим увеличением и разрешением, на самом деле, микроскопа, то настройка микроскопа должна быть специальной. Прежде всего, вам нужно будет бороться с хроматической аберрацией. Посмотрите, что можно увидеть на ненастроенном микроскопе. Вот на этом изображении. Если мы посмотрим теперь на отдельную точечку, а это вот те самые микросферы, тетраспек, о которых я говорил, которые должны сразу же в нескольких каналах одинаково светиться, вы увидите, что здесь три канала смещены друг относительно друга. Здесь красный, синий и зеленый находятся не совместно, а со сдвигом. У нас есть, с одной стороны, красный канал, очень хорошо выведемый, с другой стороны, где-то посередине, как ни странно, хотя, по идее, он должен быть с другой стороны зеленый, синий, и где-то сбоку ближе зеленый. Получаем вот такую вот тройную картинку. Здесь она на каждой точке, это и видна. И понятно, что в данном случае говорить о колокализации на вот этом расстоянии мы уже просто-напросто не сможем, потому что мы изначально в микроскоп положили флуицентные шарики, мы изначально знаем, что они все покрашены тремя флуорохромами, и при получении трех картинок вот таких сдвинутых, мы можем сказать, что наш микроскоп нуждается в настройке. Либо действительно нужна настройка физическая вашего микроскопа, либо, если вы посчитали сдвиг этих точек, у нас по всему полю зрения одинаков, можете просто сказать, что вы, например, зеленый канал хотите сдвинуть в эту сторону на, скажем, 100 нанометров. И вы хотите, например, сдвинуть теперь красный канал в эту сторону, например, на 80 нанометров. И если теперь у вас эти точки все совпали, у вас красная точка теперь после такого сдвига, зеленая и синяя оказались в одном месте, то вы можете теперь с таким микроскопом, с такой настройкой работать с колокализацией. Но опять же, без вот этих вот тетра-спек битсов вы это сделать не сможете. Какие у нас есть вопросы относительно подбора различных параметров? Ну, во-первых, выбор флуорохромов. Нам бы хотелось, конечно, чтобы флуорохромов был достаточно большой сдвиг стокса, чтобы мы могли их от нашего возбуждения разделить. Но что это будет означать? Это будет означать, что у нас будет и большая возможность для хроматической аберрации. Поэтому выбор флуорохромов для такой вот колокализации, он должен быть не слишком далеким. Мы не можем брать синий флуорохром и инфракрасный флуорохром. Опять же, это испускание. Для колокализации, скорее всего, здесь нам может сильно помешать хроматическая аберрация. Поэтому нам нужно брать, например, зеленый и красный флуорохром. Они достаточно близки, а лучше, на самом деле, зеленый и оранжевый, если можем найти такие два флуорохрома, которые практически не будут перекрываться. Это возможно. То есть нам нужно уменьшить изначально уровень заменного прониковения каналов, чтобы на каждом канале нашего микроскопа у нас был только один флуорохром. Толщина препарата. Понятно, что в обычном проходящем свете мы будем видеть всю толщину нашего препарата и делать колокализацию на таком препарате, ну, задача не очень благодарная. Потому что если у вас по Z, по глубине, несколько структур находятся друг над другом, то, что мы видели на предыдущей лекции, например, в ядрах, когда мы их реконструировали именно с использованием трехмерного подхода, то в данном случае может оказаться на вашем изображении полная колокализация, а в реальности два объекта находятся просто друг под другом. Поэтому для толстых препаратов, сопоставимых с толщиной объектов, которые вы исследуете, и большей, нужно использовать конфокальный микроскоп и при возможности еще использовать, конечно, деконволюцию. Потому что, опять же, с предыдущей лекции вы видели, что если нет деконволюции, за счет рассеянного света, например, сигнал от митохондрии и, к примеру, от тубулина может взаимно перекрываться, чего на самом деле, в принципе, быть не должно. Но после деконволюции такого перекрытия не будет. Что еще нужно учесть? Уровень шума от вашей камеры. Если уровень шума будет сопоставим с вашим сигналом, то вы получите много колокализации, которая, скажем так, будет являться просто колокализацией шума в двух каналах. Уровень фона. Если у вас в обоих каналах очень большой фон, скажем, средняя яркость участка, где нету ничего, равна для 8-битного изображения, скажем там, неких 50 отсчетов, то, понятно, вы получите идеальную колокализацию в данном случае. То есть фон на этих изображениях должен отсутствовать, вы можете его просто отрезать. Динамический диапазон насыщения. В случае колокализации нам нельзя выходить за рамки динамического диапазона. Все изображение должно быть снято количественно. У нас не должно быть жаргонно пересвеченных и, опять же, жаргонно недосвеченных точек. Ну и правильный выбор разрешения, в том числе и разрешение сканирования. Если же мы с вами сможем учесть все эти проблемы, то у нас есть три выбора, как мы можем эту колокализацию сделать. И самый простой способ, и на самом деле достаточно удобный, набирающий сейчас все большую популярность, это реконструкция двух каналов, например, нашего красного флорохрома и нашего зеленого флорохрома. В трехмерном пространстве мы с вами видели, как это можно сделать. Как можно оттегментировать отдельные объекты. И дальше мы можем, имея два объекта, посчитать площадь или на самом деле объем, на котором они пересекаются. И вот это пересечение этих двух объектов, это и будет процентом колокализованной, в данном случае уже даже не площади, а объема. Можно это сделать, но не всегда это возможно. И, конечно, удобнее это делать в платных программах, типа того же самого Bitplane и Marissa, например. Но в имидже это тоже возможно сделать. Второй вариант оценки колокализации. По графику интенсивности. Вы берете график, где у вас по одной оси, скажем, яркость вашего препарата в красном канале. По другой оси у вас, например, яркость этого же препарата в зеленом канале. И тогда мы можем разбить полученное изображение на несколько секторов. Отграничив его вот таким вот образом. Здесь, когда очень маленькие яркости, у нас здесь будет с вами 0, здесь максимальная яркость, пускай 255, у вас будет находиться шум в обоих каналах. Скажем, в значении от 0 до 10 неких отчетов. И брать его в расчет колокализации, конечно, не имеет смысла. В этой части у вас будут в основном яркости только красного канала, когда нет никакой колокализации с зеленым. Аналогично, в этой же четверти изображения у вас будут только яркости зеленого канала без пересечения с красным. А если у вас наблюдается полная колокализация, то вот по этой оси вы будете видеть распределение точек, в которых есть примерно одинаковое количество яркости и по зеленому, и по красному каналу. И, собственно говоря, вот эта часть изображения вас наиболее, данная графика наиболее интересует с точки зрения установления колокализации. Ну и последний вариант, который мы можем сделать, это по перекрытию канала в виде оверлея, либо уже при использовании специальных показателей колокализации. К примеру, вот таким образом. На данном изображении у нас есть два канала, тот же самый зеленый и красный. И только для точек, которые находятся по своим интенсивностям, вот в этой части графика, у нас цвет заменен на белый. Причем обратите внимание, мы здесь не используем желтого цвета, потому что для человеческого глаза мы не сможем здесь увидеть колокализации, скажем, когда у нас много красного, но немного зеленого. Или наоборот. Для нас вот эти две зоны, это будет казаться зеленой. Давайте я зеленый же и нарисую. Ну а, соответственно, вот эта зона нам будет казаться, хотя колокализация здесь точно есть, красный. То есть желтый цвет нам не очень удобен. Плюс желтый в ярких частях, конечно, будет очень хорошо виден. А желтый в вот этой области, где интенсивности маленькие, такого коричневого цвета, он будет нам казаться более красным. Поэтому представление картинок при просто наложении двух каналов, красного и зеленого, и интерпретация желтых объектов, которые здесь появляются в качестве колокализации, это не очень правильный подход. Грамотнее сделать два канала, сложить их, насколько это возможно, построить вот такой график, и для этого графика взять и перекрасить все точки, находящиеся вот в этой части, например, в белый цвет. Я покажу плагин, который это сделает за вас, и в таком виде можно представлять уже данные, которые могут позволить нам их опубликовать. То есть вот у нас есть первый канал красный, второй канал зеленый, и мы эти два канала вначале пересчитываем. Есть некоторое количество точек, которые имеют колокализацию, здесь она не очень хорошо выражена, не для всех объектов, и только эти точки мы делаем, условно говоря, белыми. И переносим на нашу картинку, где мы эти каналы сложили. Давайте попробуем это сделать с теми же самыми картинками, которые идут прямо к описанию этого плагина в документации, и посмотреть, как это все получится. Вот два канала, для которых мы хотим посмотреть с вами теперь колокализацию. И первое, что мы можем сделать с этими каналами, мы можем их на самом деле сложить. Давайте попробуем из этих двух каналов получить с вами тогда изображение с перекрытием. Опять же, изображение, цвет, объединение каналов. Сохраним каналы, которые есть. Красный канал у нас колок 2, зеленый канал у нас колок 1. И мы их складываем, получая вот такую картинку. Как видите, желтого здесь очень мало. И в принципе, по такой картинке, судите, колокализации сложно. Поэтому нам придется использовать другой подход. Для этого мы будем использовать с вами специальный плагин, находящийся в меню анализ, колокализация и колокализация трэшхолд. Он называется. Давайте его запустим. Он спрашивает, какие картинки мы хотим взять. Колокализация 1, колокализация 2. Хотим ли мы использовать какую-то зону интереса или всю картинку. Всю картинку. Как их представить? Как красную и зеленую. Мы хотим показать карту распределения, которая у нас есть. Давайте посмотрим, что у нас получится. Программа посчитала для нас распределение значений. Она посчитала для нас вот такую гистограмму, о которой мы уже говорили. И она посчитала для нас, где действительно есть точки, приходящиеся на этот квадратик этой гистограммы. То есть там, где у нас действительно есть с вами взаимная колокализация. И давайте теперь сравним изображение, которое мы получили, с изображением, где мы просто каналы наложили друг на друга. Посмотрите. Изображение здесь очень сложно для восприятия. Вот желтое, но его плохо видно. Вот желтое, но его плохо видно. Вот желтое, но его плохо видно. А здесь белым цветом теперь хорошо видны области, где действительно есть колокализация. Если мы хотим их еще лучше визуализировать, можем просить программу при сложении двух картинок эти объекты сделать максимально ярким белым. Анализ, точно так же колокализация, треш-халт. И поставим здесь галочку «Использовать константную яркость для колокализованных точек». То, что мы получим, будет выглядеть вот так. И на самом деле посмотрите, как у нас мест, где по подсчетам этой программы. А здесь на самом деле у нас есть соотношение каналов, показатели Мендерса, показатели другие, о которых мы еще будем говорить. Для каких из них, можно сказать, иметь статистическую значимость возможность вот такой вот колокализации. И давайте эти три картинки оставлю для наблюдения, чтобы их можно было сравнить. Картинка, где мы объединили каналы как красный и зеленый, у нас есть желтый, но его плохо видно. Картинка, где у нас есть то же самое, зеленый и красный, но колокализацию достоверной, конечно, нельзя назвать, скажем так, статистически значимой. У нас теперь белым нарисовано. И здесь мы этот белый сделали максимальной яркости, чтобы видеть, в каких точках колокализация может считаться статистически значимой. Таким образом, вот такую среднюю картинку можно использовать уже для публикации, для того, чтобы продемонстрировать, какие области на вашем изображении могут являться колокализованы. Давайте посмотрим несколько вариантов, как будет выглядеть график колокализации при разных вариантах. Я хочу отослать вас для дальнейшего чтения вот к этой статье. Эта статья, на самом деле, рассматривает очень подробно все варианты, которые вы можете получить, все подводные камни колокализации. Ну, давайте посмотрим на изображения, представленные с этой стороны, и графики, которые мы здесь с вами видим. Давайте попробуем, я специально закрасил здесь цифры, отнести каждый из них к ряду картинок. Верхний ряд, посмотрите, у нас красная и зеленая здесь практически одинаковые. И нет ни одной точки, которая бы у нас не соответствовала другой. Соответственно, для данного изображения можем говорить, потому что у нас есть полная колокализация, и вот это изображение А мы с вами должны поставить вот для этого графика. Следующее, что у нас есть с вами. У нас есть, опять же, изображение B, где есть зеленые точки и красные. Зеленые точки просто имеют очень небольшую яркость. Таким образом, для зеленого изображения яркости у нас взяты не все. И вот график, где действительно так и получилось. Зеленые точки, их яркости, 255, 255, здесь до конца не доходят. Но тем не менее, колокализация, как видите, все равно между ними полная. И это изображение B. Правильно ли такое изображение? Можно ли его брать в расчет? Нет, конечно. Вы должны сделать так, чтобы яркости каналов были сопоставимы. Следующий вариант. У вас есть точки зеленые и красные. У вас есть, собственно говоря, какое-то количество точек, перекрывающиеся, какое-то нет. Они представляют все возможные варианты. Это изображение C. Давайте посмотрим, на каком графике такое происходит. У нас есть график, где у нас есть и колокализованные точки, и точки без колокализации для одного или другого цвета. Поэтому это график C. Вот он у нас здесь представлен. Ну и последнее. Понятно, что это можно и методом исключения сделать. Но тем не менее, отсутствие колокализации. Когда у нас есть только точки, окрашенные одним или другим красителем, плюс некий шум. Опять же, рисуем с вами некие значения, где у нас только взаимоприконение каналов и шум может быть. И получается, что есть буквально несколько точек, которые, в принципе, могут теоретически быть колокализованы. Ну, это за счет несовершенствования, конечно, микроскопа, потому что разрешение слишком маленькое. И это вариант D. Таким образом, видите, получив гистограмму, где по одной оси у нас, скажем, красный цвет яркости, по другой, скажем, зеленый цвет яркости. И, прочтя такие диаграммы, можем сразу же говорить о том, есть ли у нас колокализация, нет ли у нас колокализации, есть ли у нас частичная колокализация, или у нас просто плохо снято изображение, когда в одном канале есть отсутствующие данные, и нам нужно, на самом деле, снять это изображение с большим усилением, выдержкой или любым другим способом, чтобы эти данные все-таки были более равномерными. Опять же, если бы у нас был бы фон, то что бы это значило? Все эти данные бы сдвинулись в какую-то сторону. Поэтому фон нам тоже нужно для работы с колокализацией, конечно же, убирать. Теперь, конечно, эти графики, это все прекрасно, и они нам позволяют уже получить много информации о нашем образце. Нам хотелось бы иметь количественное представление, тестическое, о том, есть у нас колокализация или нет, насколько она выражена. И для получения такой оценки можно взять несколько коэффициентов. Первый коэффициент, коэффициент Пирсона, из статистики вы, скорее всего, с ним знакомы. Он имеет большой плюс, он нечувствительен к равномерному фону. То есть, если у вас один канал сильно задран и фон равномерен, то при этом у вас этот коэффициент не пострадает. Но его сложно интерпретировать. Потому что значение 0 – это случайная колокализация, значение 1 – это полная колокализация, а значение минус 1 – это полная доколокализация. То есть, здесь нужно подумать, как какую интерпретацию давать. Второй, более удобный коэффициент – это коэффициент Мандерса. Его легче интерпретировать. Он нечувствительен к интенсивности перекрывающихся точек, но очень чувствительен к фону. Для его подсчета, для правильных значений, фон на обоих картинках должен быть равен 0. И интерпретация очень простая. 0 – отсутствие локализации. То есть, у вас каждая точка отдельно, единица – полная колокализация. И последний метод, так называемый метод Костаса, он наиболее интересен, но его нужно объяснить, потому что если Пирсона и Мандерса вы себе, может быть, еще представляете, то Костас, конечно, требует пояснения. Что это такое? Представим, что у нас есть наше изображение, где есть некая колокализация или ее отсутствие между какими-то точками. Теперь мы берем наше изображение и каждый из каналов просто перемешиваем. То есть, точки передвигаем внутри него случайным образом. Если то значение колокализации, которое мы получили, случайно, то и после перемешивания отдельных точек мы должны получить примерно то же самое значение. Если же эта колокализация была не случайной, то после перемешивания она должна уменьшиться. И после этого мы можем перемешивать вот таким образом нашу картинку много раз, тысячу раз, например, десять тысяч раз, и смотреть, сколько из этих картинок имеют колокализацию лучше, чем исходная, которую мы проверяем. А сколько хуже? В идеале у нас ни одна из картинок не должна иметь лучшую колокализацию, чем ту, которую мы взяли изначально для проверки, и тогда мы можем говорить о колокализации точно. Принято такое значение, что если 95% картинок имеют случайную корреляцию хуже, чем исходная, то колокализация есть. Чем этот метод удобен и неудобен? Он, к сожалению, чувствительен к шуму, хотя и меньше, чем Мандерс. Его долго вычислять, но очень легко интерпретировать. Если у вас получилось по меньше 0.95, статистически недостоверно. Если больше или равно, статистически достоверно. И давайте попробуем взять какую-нибудь картинку и использовать плагин, который позволит нам высчитать все эти значения, а также даст нам все предупреждения, которые нам необходимы, о возможностях подсчета данной колокализации. Откроем уже известные нам по предыдущему заданию две картинки. и будем использовать плагин, который лежит здесь же в анализе, в колокализации, и называется он колок-2. На самом деле целая группа плагинов, которые используются сейчас очень часто. То, что нас спросит плагин, это, опять же, какие мы хотим взять изображения для работы. Они здесь уже проставлены. Если мы хотим не всю картинку проверять, а только какой-то участок, можем задать регион интереса. Каким образом мы будем все это проверять? И какие из показателей мы хотим рассчитывать? Плюс мы здесь должны указать функцию рассеяния точки, какая у нас по размеру в наших точках. Если мы снимали правильно в критерии того же самого Nyquist, то два. Если больше, то, соответственно, значение больше. Если меньше, то меньше. И для Костаса, для его расчета, мы должны указать, сколько раз мы будем перемешивать наши картинки, чтобы узнать, насколько эта колокализация была или не была случайной. Какие здесь показатели есть? Показатели ли, про него я не рассказываю, это можно будет прочесть отдельно. Спирман, о котором я говорил. Мандрес, о котором я говорил. Костас, о котором я говорил. И гистограмму. Давайте запустим этот плагин. Более того, мы можем попросить его сделать, если нам нужно будет, уже готовую PDF со всеми сообщениями, которые могут возникнуть во время работы этого плагина. Давайте посмотрим на результаты. Ну, во-первых, у нас есть расчет всех критериев, о которых мы только что говорили. И здесь нас, конечно, будет интересовать, прежде всего, уже известные нам показатели Персона, показатели Спирмана, Мандреса и Костас. По всем этим показателям у нас, в принципе, мы можем сказать о том, что колокализация есть достоверная. Но, как видите, у нас есть несколько предупреждений. И для этих изображений эти предупреждения абсолютно справедливы. Ну, во-первых, в обоих изображениях у нас очень много точек, которые имеют значение близкое к нулю. И это действительно так оно и было снято. И программа нам говорит, что, может быть, нам имеет смысл использовать какой-то регион интереса, взять какую-то часть, где мы считаем, что это перекрытие наиболее хорошо выражено. Дальше она нам говорит, что пересечение между отдельными значениями, яркость одна и другая, у нас находится слишком далеко для канала второго. То есть, среднее значение яркости второго канала выше, чем среднее значение яркости первого канала. Это можно учесть при съемке и убрать эту ошибку. Ну и точно так же у нас не очень много точек оказалось больше, чем средняя яркость нашего изображения. То есть, это означает, что у нас есть, ну, условно говоря, на этом изображении хороший фон. Тем не менее, в принципе, для этого изображения можем посчитать каждый из показателей, увидеть, что в данном случае это близко к единице, то есть, скорее всего, колокализация имеется. Точно так же для Мендерса у нас два значения очень похожи, 800 и 800, поэтому, скорее всего, тоже есть. Для Костаса у нас все случайно перемешанные картинки оказались с худшей колокализацией, чем исходная, поэтому это тоже достоверно. Ну и давайте попробуем сейчас посмотреть то же самое на другой картинке. Если мы теперь откроем два изображения уже реальных, с большим разрешением, и более того, так как у нас есть участки препарата, на котором в одном канале практически нет сигнала, и, естественно, смотреть колокализацию одного канала с отсутствием полностью сигнала другого не имеет смысла, то мы можем здесь использовать окно интереса, то есть выбрать зону, в которой у нас будут именно точки, которые должны быть в обоих каналах, потому что нас интересует именно сравнение, насколько закономерно эти точки распределены. Дальше, так как мы использовали маску, мы можем точно так же пойти в плагин анализ. Здесь у нас будет плагин колокализация, плагин колок 2, и в нем мы можем указать, что мы хотим с вами, мало того, что использовать два этих изображения, так еще и взять с одного из них зону интереса, которую мы здесь указали, она вот желтеньким здесь показана. Давайте посмотрим, что нам рассчитает данная программа. К сожалению, видно, что яркости двух каналов немножечко различаются, поэтому, скорее всего, мы получим ошибку о том, что яркости этих каналов различны. В данном случае это не имеет большого значения. Сейчас мы посмотрим тогда на результаты. И действительно, в полученных результатах программа нас предупреждает, что канал второй у нас имеет несколько большую яркость, и более того, нулевые точки являются не нулевыми, немножечко еще и фон здесь задран. Но, с другой стороны, например, для пирсона, это не является большой проблемой. Так же, как и других коэффициентов, в принципе, это тоже, так как это не ошибка, а всего лишь предупреждение, мы приняли его к сведению. Давайте посмотрим теперь на то, как у нас соотносятся различные критерии. Ну, прежде всего, давайте посмотрим на критерии пирсона, до трешхолда, после трешхолда. И видно, что здесь, конечно же, колокализация очень хорошо выражена. Посмотрим на спирмана. Тут тоже понятно, что колокализация достаточно хорошая, близко к единице. Посмотрим на мандреса. Два значения примерно равны, и в случае автотрешхолдинга и без, более того, они достаточно высокие. Посмотрим на костаса. Здесь все 100% перемешанных изображений у нас оказались с меньшей колокализацией, чем наше изображение. Поэтому, в принципе, такой анализ допустим. Ну, с учетом, конечно, что одно из изображений, которого средняя яркость сильно отличается, нужно было бы по-хорошему, конечно, переснять при возможности. Но, с другой стороны, так как это все-таки не ошибка, а предупреждение, мы его пили в расчет. Таким образом, мы смогли с вами посмотреть, каким способом мы можем представить колокализацию вместо желтого цвета при помощи, например, использования плагина в колокализации колокализации трешхолд. И таким образом мы тогда смотрим, сможем увидеть два цвета, плюс, соответственно, в черно-белом варианте мы будем видеть с вами те точки, которые колокализованы. Кроме этого, мы посмотрели, как мы можем теперь количественно оценить эти значения и сказать, является ли такое распределение яркость на двух каналах случайным, либо есть колокализация. Последняя вещь, которую, наверное, нужно отметить, это важность того, используете ли вы трехмерный стэк, либо используете уже просто максимальную проекцию. Предположим, у нас есть две таких картинки, где у нас есть практически полностью колокализованные отдельные волокна видны. Если мы сделаем максимальную проекцию каждой из этих картинок, мы получим нечто вот такое. Если же мы с вами сделаем теперь колокализационный анализ на максимальных проекциях, то картинка, которую мы получим, будет содержать исключительно колокализованные точки. Как видите, здесь все стало черно-белым. За редкими-редкими исключениями отдельные точки здесь вот наверху, например, где грязь, вот есть зелененькие. С другой стороны, если мы сделаем такой колокализационный анализ на трехмерном стэке, и такой трехмерный стэк уже будем смотреть и потом будем его объединять в отдельные картинки, то мы увидим, что здесь в центре есть отдельные зеленые точки. Вот их не очень хорошо видно, но я попробую увеличить изображение. И видите, часть волокон имеет только одну на самом деле окраску и не колокализованную. Если же мы теперь сделаем максимальную проекцию с такого стэка, то мы видим картинку немножечко другую. Посмотрите, на первый взгляд они очень похожи, но обратите внимание вот на эту часть препарата. Я попытаюсь сделать одинаковые части препарата доступными. Как видите, в случае, если мы делали такой анализ на максимальной проекции или, скажем, на обычном флюизатном микроскопе, то у нас оказались колокализованными абсолютно все волокна. В случае же, если мы делали с вами анализ на трехмерном стэке, посмотрите, часть волокон, чтобы их лучше видеть, можно попробовать чуть-чуть поменять яркость, контрастность для данного препарата. И, как вы видите, теперь здесь есть некоторое количество абсолютно точно хорошо видимых, неколокализованных волокон. Я надеюсь, мне удалось вас убедить, что в случае колокализации нам очень важно правильная съемка препаратов, чтобы яркость их была примерно одинаковой, чтобы у нас не было фона, чтобы в случае полной колокализации картинки выглядели именно вот в таком виде, как видите, в нуле они сходятся, то есть у нас абсолютно правильно снята картинка, у нас практически нету с этой стороны лишних шумов, у нас сняты картинки примерно при одной и той же яркости, и такие картинки можно очень легко уже анализировать на колокализацию. Таким образом, в случае, если вас интересуют мелкие структуры, вам, конечно, понадобится делать либо очень тонкие срезы, либо придется использовать конфокальный микроскоп, ну, в некоторых случаях прибегать еще до конволюции. Таким образом, то, что касается сегодняшнего нашего семинара, мы его вынуждены завершить, мы посмотрели все темы. На следующем семинаре мы с вами поговорим об использовании трехмерных данных, мы уже немножко начали об этом говорить, когда говорили о сегментации, о визуализации стеков, продолжим этот разговор, поговорим о проекции трехмерной, о реконструкции, разницы между ними, поговорим о возможности реконструкции объекта методом автоматической сегментации, когда, собственно говоря, сама вся реконструкция будет построена программой без вашего участия, мы поговорим о дополнительных возможностях сегментации, для того, чтобы такой объект трехмерный можно было получить, мы поговорим с вами о реконструкции объектов вручную, ну, например, для серийных электронно-микроскопических срезов при помощи плагина TrackEM. Ну, а на сегодня я вынужден завершить наш семинар и прощаюсь до следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова